Здравствуйте друзья. В этом видео поговорим о интересном многоканальном зигби реле, обладающем рядом интересных и полезных особенностей. В первую очередь это количество каналов управления, их четыре, чего вполне достаточно для решения большинства бытовых задач. Из остального можно отметить, что все реле имеют сухие контакты, то есть отвязанные от схемы питания самого устройства. Могут работать в стандартном режиме включения-выключения, причем имеются и нормально закрытая и нормально открытая пара контактов. Кроме этого есть импульсный и режим интерлок. Обо всем этом подробно, далее в обзоре. Если тема умного дома вам интересна и мои видео помогают ее изучать, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки этому видео, тогда его смогут найти больше людей. Также вы сможете поддержать развитие моего канала ставь его спонсором. Герой обзора имеет несколько вариантов поставок, которые можно выбрать при заказе. Устройство можно заказать в виде голой платы, в центре кадра в кульке. Можно в корпусе, коробка слева. Кстати корпус можно заказать и отдельно. Также в комплекте или отдельно можно заказать радио пульт управления, маленькая коробочка справа. Вот так выглядит доставшийся мне комплект поставки реле в корпусе. В таком варианте все выглядит как законченное и готовое к установке устройство. В комплекте тут нашлась и небольшая инструкция на английском и китайском языке. Корпус сделан из белого пластика, напомню его можно купить и отдельно. На нем указаны параметры устройства. Напряжение питания от 7 до 32 вольт, причем поддерживается и переменный постоянный ток, либо 5 вольт через стандартный microUSB. Максимальный ток на реле до 10 ампер, но не более 16 ампер общая. Интерфейс ZigBee и RF433. Конструкция корпуса позволяет устанавливать его на стандартную динрейку. Причем не только в электрощитке, ее например можно использовать и в точке управления термоголовками и так далее. А это версия без корпуса, в виде отдельной платы. На реле указаны рабочие напряжения. До 30 вольт на постоянном токе и 250 на переменном. Подойдет, например для модернизации каких-то существующих систем, например открытие ворот, управление вентиляцией и так далее. В таком случае устройство может быть установлено внутрь существующего корпуса и своя коробка ему будет не нужна. Если заглянуть внутрь версии с корпусом, то увидим точно такое же реле. Кстати сам корпус состоит из двух половинок, которые соединены при помощи защелок. И держится достаточно надежно и разобрать несложно. Если присмотреться, то некоторые отличия от версии к версии можно обнаружить, в частности тут используются разные ZigBee чипы. Но с точки зрения функциональности подключения и использования, разницы совершенно никакой нет. Пульт управления работает по радиоканалу. В этой модификации он имеет 4 кнопки. Есть версии с одной и двумя кнопками. В описании под видео вы найдете ссылку на обзор на одноканальную версию подобного устройства. Там как раз пульт на одну кнопку. Еще есть реле на два канала управления. На дату этого обзора видео еще нет, но когда я его сделаю, тоже добавлю ссылку в описании. Конструктивно устройство представляет собой плату размером 75 на 73 миллиметра, почти квадратная. На одной из более длинных сторон находятся ряды с четырех реле, что логично и удобно с точки зрения электрической разводки. На противоположной стороне находятся разъемы для подключения питания самого устройства. Каждая из реле имеет по три контакта. Центральный называется ком, боковые НЦ и НО. Соответственно, нормально закрытый и нормально открытый. Когда на реле не подается питание, оно выключено, тогда замкнуты контакты ком и НЦ, нормально закрытый. При подаче питания ком и НО, нормально открытый. На фронтальной части находится 5 кнопок. Для удобства покажу как это выглядит в корпусе. Отдельно стоящая кнопка предназначена для переключения режима в работы, подробнее чуть далее. И кнопки K1, K4 для ручного управления реле, привязки радиопульта и сбросов заводские. Питание может подаваться двумя способами. Либо на винтовую колодку, поддерживаются напряжение от 7 до 32 вольт и постоянный переменный ток, это очень удобно при использовании с блоками питания модернизируемых систем. Либо через стандартный разъем microUSB с напряжением 5 вольт. Кстати, в моем случае инструкция была в комплекте только с корпусной версией реле. Плата в пакетике приехала без нее, поэтому в описании под видео я оставлю ссылку на эту электронную версию на английском. Перед подключением убедитесь, что на реле мерцает красный светодиод. Его видно и когда реле будет находиться в корпусе через специальное отверстие. Если он горит постоянно, то реле нужно сбросить. Для этого нажимаем и держим кнопку K1, крайнюю левую в ряду. Сначала загорится синий диод, это режим подключения радиопульта. Продолжаем держать дальше, пока не начнет мигать красный диод. Логическую часть начнем с базового приложения управления Tuya Smart. Так как герой обзора работает под ZigBee, для его подключения необходим любой совместимый шлюз, у меня это Ethernet версия от Moes. После того как реле введено в режим сопряжения, в плагине шлюза нажимаем на кнопку подключения. Далее LED уже мерцает и ждем пока на экране не появится картинка устройства, тут она в виде четырех клавишного выключателя. После этого процесс подключения завершается и гаджет появляется в общем списке системы и в плагине того шлюза к которому вы его подключили. Шлюзов напомню в системе может быть много. Большую часть основного окна плагина устройства занимают кнопки управления каждым из реле. Они могут управляться как по отдельности, так и одновременно всеми вместе, при помощи кнопок внизу. Справа и слева как раз кнопки переключения всех реле сразу. Имеется и возможность настроить расписание включения и выключения каждому из реле. Можно установить и время, и день недели, и что именно сделать, включить или выключить. Расписание будет работать независимо от автоматизации. В меню настроек есть возможность установки памяти состояния после восстановления питания. Причем, его можно устанавливать как для каждого канала по отдельности, так и для всех вместе, для этого используется самый верхний переключатель. По умолчанию, после подачи питания все реле будут выключены. Кроме него, можно задать режим, включаться после подачи питания, либо помнить и восстанавливать свое состояние перед отключением. В том числе эти режимы могут быть установлены для каждого реле по отдельности. Еще одна настройка по состоянию индикатора, видимого воздействия на работу реле не оказывает. Думаю, что она относится как раз к выключателю, картинка которого подставляется вместо героя обзора. В режиме общих настроек, имеется указание о совместимости с Google Home и Alexa. Но тут хочу уточнить, что в Google Home устройство не появилось. Думаю это тоже относится к выключателю. Есть опция объединения в группы и обновления прошивки. Как обычно, в автоматизациях Tuya Smart устройство может быть и в разделе триггеров и в разделе действий. И сюда добавлено прямо все подряд, включая память, состояние, обратный отсчет и статус светодиода. Но то что это добавлено, совершенно не значит, что все это будет работать или можно применить. Смысл имеет пожалуй только изменение состояния реле. Такая же самая ситуация и с триггерами. Правда в управление реле тут добавлена еще удобная опция переключить состояние. Это позволяет при помощи одного и того же события в триггерах, поочередно включать и выключать реле. Возможно в некоторых кейсах пригодится установка обратного отсчета до переключения состояния. Но это же можно сделать при помощи задержки в самой автоматизации. Стандартный режим работы, когда каждая из четырех реле включается и выключается при получении внешней команды или нажатия на релейную кнопку. Нажимаем на кнопку режима. Интерлок, когда в один момент времени может быть активно только одно реле, предыдущее отключается. Импульсный режим. Реле включается и сразу отключается. Он нужен для имитации нажатия на физические кнопки. И снова стандартный режим переключения проходит по кругу. Память состояния, режим по умолчанию все выключено. Вне зависимости от статуса реле, при подаче питания все будут выключены. Режим включения всех реле после подачи питания. И восстановление предыдущего состояния, которое было перед пропаданием питания. Давайте еще раз разберем в чем разница между контактами NC и NO. В данном примере я использую четырехцветную LED ленту. Общий плюс ленты подключен к блоку питания. Минус блока питания идет на центральный контакт COM. К нормально закрытому NC подключен минус красного цвета, а к нормально открытому NO зеленого. В выключенном состоянии центральный контакт COM замыкается с NC, горит красный. При включении переключается на NO и загорается зеленый. Режимы работы с лентой. В стандартном режиме можно включать и выключать каждое реле. В режиме интерлок будет работать только один канал. И в импульсном режиме каналы будут включаться только на короткий период. Для привязки радиопульта удерживаем релейную кнопку нужного канала, пока не загорится синий диод. Далее нажимаем и немножко держим выбранную кнопку реле. Теперь эта кнопка управляет этим каналом реле. Вот пульт управляет устройством с включенным режимом интерлок. Аналогично и импульсный режим. То есть разницы между нажатием на релейной или кнопки пульта нет. При необходимости можно привязать один пульт на несколько реле. Вот синхронное управление. На дату тестирования актуальная версия zigbee2mqtt 1.25.1. Включаем режим подключения. Ждем пока завершится процесс интервью. Устройство поддерживается, устанавливать внешний конвертер не надо. Реле является роутером. На вкладке экспозиции тут только управление реле. Памяти состояния к сожалению нет, а очень бы не помешал, хотя бы общий для всех каналов. Режимы работы на уровне прошивки, поэтому тут изменений нет. Стандартный, интерлок и импульсный. Home Assistant работает через интеграцию MQTT. Тут находятся четыре переключателя. Проверим работу с SLS шлюзом. Переходим в меню добавления. Тут тоже поддержка есть, кстати используется оригинальная картинка устройства. В остальном все аналогично zigbee2mqtt 4 реле. Памяти состояния нет. Обратная связь работает моментально. Home Assistant также интеграция MQTT и четыре объекта домена switch. Функционально устройство получилось весьма интересное и универсальное. Оно найдет свое применение например, для управления электрическими термоголовками, которые установлены в один ряд. Режим Interlock пригодится например, для переключения скоростей электродвигателя или для вытяжки. Можно управлять двухпроводными актуаторами, где для изменения направления движения, нужно менять полярность питания. Импульсный режим может имитировать нажатие на физические клавиши, например система открывания гаражных ворот. Широкий диапазон напряжений позволит использовать блоки питания установленные в этих системах. Сам по себе герой обзора потребляет очень немного. На этом все, надеюсь видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки и подписки. Кто хочет поддержать мой канал материально, можно стать спонсором канала или оформить подписку на сервисе патреон. Также я веду и телеграм-канал, буду рад если вы присоединитесь к нему. В описании под видео вы найдете полезные ссылки, на все устройства показанные в обзоре, на полезные ресурсы, а также на те видео которые либо упоминаются, либо пересекаются с темой этого. До новых встреч, всем мира. Субтитры сделал DimaTorzok